Власти России сегодня все-таки дали задний ход в вопросе антизападных продовольственных санкций. Под давлением своих же сельхозпроизводителей и многочисленных жалоб граждан Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении с санкционного списка целого ряда продукции, которые в России не производятся и зависимость от которой достигает 100%. Речь идет о семенах картофеля, лука-севка, сахарной кукурузы и гороха для посева. Кроме того, снят запрет на импорт биологически активных добавок, витаминов, спортивного питания. После жалоб родителей детей-аллергиков из-под санкций выведены безлактозные молочные продукты. Российские производители рыбы, в том числе подконтрольный миллиардеру и другу Путина Геннадию Тимченко холдинг «Русское море» добился снятия запрета на поставки мальков, атлантического лосося и форели. Отметим, что антизападные продуктовые санкции в России уже назвали ударом по собственным гражданам. Росстат зафиксировал мгновенный рост цен на продукты питания. Больше всего подорожала курятина, свинина, рыба и фрукты, причем в самом доступном для малоимущих граждан сегменте рынка. И сегодня же Роспотребнадзор нанес еще один удар по столь нелюбимой американской еде. В Москве закрыли сразу четыре ресторана быстрого питания «Макдональдс». В санитарном ведомстве, впрочем, утверждают, что к санкциям это событие отношений не имеет. Все точки фастфуда прекратили обслуживать клиентов из-за административных нарушений в работе. Двери закрыли центральные рестораны сети на Манежной площади, на проспекте Мира, а также самый первый Макдональдс на Пушкинской площади. Роспотребнадзор еще в конце июля сообщал о проблемах в отдельно взятом новгородском ресторане. О столичной сети речь тогда не шла. Напомним, у Макдональдса в России 430 закусочных, их ежегодная прибыль не раскрывается. Но в ближайшее время в налоговый кодекс страны могут быть несены поправки об иностранном общепите. Дума предлагает ввести налог на западный фастфуд в размере 23%. Продолжение следует... Продолжение следует...